Привет! Я адвокат Вадим Богатуре, партнер коллегии «Фритак и сыновья». Я не называю обратившихся ко мне за помощью клиентами. Эти люди для меня доверители, потому что они доверяют мне свои самые сложные проблемы с законом, а я стараюсь оправдывать это доверие. Если вы смотрели мои предыдущие видео, то не могли не отметить постоянное упоминание о том, как сторона обвинения вставляет палки в колеса защиты. И в жалобах отказывает, и ходатайство не удовлетворяет, может любого бросить в СИЗО, предъявить обвинение и вообще обладает некой суперсилой. По большому счету, так оно и есть. Прежде всего из-за того, что следователи и прокуроры – это должностные лица, а значит за ними вся мощь государства и административного ресурса. Но адвокаты же существуют в уголовном процессе и вовсе не для того, чтобы выполнять роль статистов. Давайте честно, не все, кого защищают адвокаты – ангелы. В таких случаях роль защитника заключается в минимизации наказания и поэтому сторона обвинения вовсе не перегибает палку, когда порой не соглашается с защитником. Тем более, если последний действует не качественно, а количественно, попросту закидывая жалобами всех и вся и ничего другого не делая. И тем не менее, даже в случае защиты условно виноватого доверителя, а мы с вами помним, что до приговора все считаются невиновными, адвокат обязан аргументировать суду, почему наказание должно быть меньше запрошенного прокурора. Так что же может адвокат? Он вправе добывать доказательства, опрашивая граждан с их согласием, направляя адвокатский запрос, привлекая специалистов и действуя иными способами, не запрещенными законом. Адвокатский опрос по своей форме похож на допрос, осуществляемый следователем, за той лишь разницей, что опрашиваемое лицо должно согласиться на него, и оно вдобавок не предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложные показания. Поэтому свой опрос адвокат направляет следователю и ходатайствует о допросе опрошенного им лица. Адвокатский запрос направляется в любые организации для получения сведений, могущих способствовать установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию. В отличие от следователя, адвокат не вправе направлять запросы о предоставлении сведений, охраняемых различными видами тайн, например, врачебной, налоговой или банковской. В этом случае защитник снова вынужден ходатайствовать о получении подобных сведений следователям. Адвокат вправе привлекать специалистов. Если следователь назначает по делу экспертизы, которую поручает экспертом, защитник делает то же самое через специалистов. Это те же эксперты, но из-за невозможности предупреждения их адвокатам об ответственности за дачу заведомо ложного заключения, таковое называется заключением специалиста. Внимательный зритель снова заметил, что адвокат и тут зависит от следователя, потому что окончательное решение допросить, направить запрос или провести экспертизу принимает именно он. Это действительно так. И я считаю, что это законодательный пробел, поскольку Уголовно-процессуальный кодекс провозглашает равноправие сторон. Впрочем, правильное выполнение защитником вышеперечисленных действий оставляет следователю мало шансов ничего не сделать из предложенного адвоката. Как минимум, соответствующие ходатайства и результаты действия адвоката останутся в деле и впоследствии суд не сможет это проигнорировать. Поэтому на практике опытный адвокат все же вынуждает следователя уважать свой труд и тем самым достигать положительного эффекта в защите доверителя. На этом прощаюсь. Делитесь моим видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы узнать о работе адвокатов из первых рук. Ведь предупрежден, значит вооружен.